Так, всем здорова! Вот я наконец-то решил обновиться до десятки. Скачалось обновление, сейчас я его начинаю. Не знаю, вроде я прочитал, что десятка классная, ее будет постоянно допиливать. Вот, и я решил обновиться, тем более никакие данные там ваши не потеряются при переходе. Ну и к тому же она еще и бесплатная. Вот, ну и начинаем обновление. Он перезагружается. Посмотрим, сколько это будет идти. Ну вот, ну и здесь сейчас будет до 100% идти, наверное, около минут 40, наверное. Снимать это не буду. Так, ну вот, закончилась у нас первая загрузка. Сейчас вот началась вот такая вот вторая. Та длилась около 40 минут, как я и предсказывал. Зависла, кстати, она быстро дошла до 85% предыдущая, потом зависла на 85% и стояла минут 20, наверное. И потом вот это появилось. Что-то написано, что может перезагрузиться несколько раз. Идет копирование файлов. Ну, в общем, это тоже, как я понимаю, надолго. Вот. Ну и после этого тоже вам покажу, что будет дальше. В общем, он уже один раз перезагрузился. Тут получается, в чем вся фишка. Вся вот эта загрузка состоит из трех. Вот это копирование файлов, сейчас установка компонентов и настройка параметров. Вот это доходит до 100%, он перезагружается. Сейчас у меня вот пошел второй этап. На 13% он уже завершен. Потом он еще раз перезагрузится, и потом будет настройка параметров. Всего пока 35%. Вот. Но если задумаете обновляться, то, конечно, вы знаете, что вам потребуется около двух, наверное, трех часов на это все. Дело это все не быстрое. Вот. А я жду. Так, ну вот и все, загрузилось. Все загрузилось. И теперь он запускает мою учетку. Как я понимаю, сейчас уже запустится 10 винда. Нет, еще он выполняет настройки. Еще не все, наверное. Да, еще настройка приложений. Еще придется немного подождать. Так, ну вот. Собственно, и все. Вот так вот выглядит рабочий стол. Ну, все мои программы остались. Тут у меня их немного было. Немного изменились вот эти иконки, я заметил сразу. Так, ну и давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, вот эта панель, она исчезла, получается. Вот я навожу курсор. 8.1, здесь выскакивала такая панель. Сейчас она не выскакивает. Так, это фигня какая-то. Так, ну и вот он пуск. Пуск есть, как на 8.1. Вот как он выглядит сейчас. Здесь вот эти плитки, которые меня вообще бесят. Я им никогда не пользовался, они вообще не считаю их удобными. Так, вот уже первое зависание. Так, ну а здесь часто используемые. Проводник, параметры, совершение, все приложения. Так. Что еще? Этот компьютер, давайте посмотрим, как он сейчас выглядит. Ну тут тоже все так немножко изменилось. Визуально, да? Поменялось изображение вот этих папок. Так, параметры экрана, папки. Ну тут все, в принципе, так и как и на 8. Что это такое? Так, что это за фигня такая? Магазин. Ну-ка давайте в магазин зайдем. Ну, стандартный майкрософтский магазин. Ну и, собственно, наверное, все, что еще тут вам показать интересного. Все приложения вот таким вот списком открываются. Короче, вот такая вот винда. Буду сейчас разбираться. Вот, поставлю себе фирменную обоину. Вот она. Так, экран блокировки, тема. Ну, буду тестировать. Не знаю, разбираться. Вроде как в интернете посмотрел тоже отзывы, обзоры. Ну и решил тоже обновиться и попробовать, что это такое. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Тоже обновляйтесь, тем более обновление бесплатное. Пока что, может, потом они сделают платную какую-то. Не знаю. В общем, я решил обновить. Вот. Ладно, всем спасибо за просмотр и всем пока.